Здравствуйте, уважаемые зрители! Последняя новость из Ханкинди, статья издательства Хагена З. Жители Ханкинди задаются вопросом, а может нам стоит вернуться под управление Азербайджана? Интересная тема. Жители Ханкинди еще страдают от дефицита питьевой воды. Командование российских войск все еще бессильно в решении проблемы с водоснабжением в городе. Об этом сказал спутнику Армении директор компании «Водоканал» Гагик Пагасян. А тем временем оставшийся без воды жителям Ханкинди доставляет машинами с помощью российских миротворцев. По словам Пагасяна, одна из рек, питающих Ханкинди, полностью высохла. Две другие сейчас дают по 10 литров воды в секунду. Другая, которая раньше давала до 100 литров, сейчас выдает только 30 литров. Вот видите, жители Ханкинди привезли российские миротворцы в воду. И вот с бидонами, с этими 5-литровыми, как сказать, их называют так, ну, где минеральную воду продают, очередь собирается, и все хотят затариться водой. Ну, я думаю, ненадолго хватает постирать, поесть, приготовить, помыться вообще без шансов. А где туда не моются, не понимают, в речку идти купаться там что ли. Ну, хорошо, еще лето сейчас. Уже осень, вообще-то уже прохладно скоро будет. Мы разместили 26 полиэтиленовых баков района, где не хватает воды, у многоквартирных и частных домов. В 24-часовом режиме мы заполняем эти баки, чтобы население могло брать отсюда воду, отметил Погосян. Водоснабжение, по его словам, остановить трудно, но сейчас ждут, пока начнутся дожди. А если не будет дождей, что люди будут пить? По словам Погосяна, такого 30 лет не было, чтобы столько времени, 53 дня не шли дожди. Вот о чем я говорю. Считайте, уже полтора месяца дожди не идут, что сейчас люди будут умирать без воды там в Ханкинде? По прогнозам синоптиков, осадка должна была быть где-то до 450 мл, а в этом году наполовину меньше, почти как в пустыне. А тем временем армянские СМИ пишут об активных восстановительных работах в городе Шуше, строительстве новой электростанции и беспрерывного наслабжения освобожденного азербайджанского города. Некоторые из армянских жителей Ханкини задаются в соцсетях вопросом, «А может быть, стоит обрести человеческое существование, нам нужно вернуться под управление азербайджанских властей». В общем, жители Ханкинде армяне решают, может, нам, чтобы управление взяло на себя азербайджанские власти. Ильхам Алиев сюда командование направил грамотных руководителей, и вода появилась в этом городе. На фоне беспрецедентного возрождения Карабаха, рано или поздно, все армянское население Ханкинде осознает безальтернативность. В общем, надо быстрее регенерироваться в азербайджанское общество. Потому что, если так дело пойдет, дожди не пойдут, то люди от жажды поумирают. Уже, говорю, полтора месяца нет воды, люди вон с ведрами ходят и наливают в ведра воду. Ну что этого ведра хватит? Чай приготовить, помыть кое-что и все, опять по-новому бежать за водой. Но решил почитать комментарии, что пишут люди по этому поводу. Вы должны подписать документ Карабаха-Азербайджан. Вы должны принять азербайджанское гражданство. Вы должны активно работать на процветание Азербайджана. Вот тогда и будет в Карабахе вода. В школах в сентябре в Ханкинде все хоро будет петь азербайджанский гимн. Мамедов написал, молодец. Скоро будет в армянских школах в Ханкинде петь азербайджанские гимны. Первый вариант, есть три варианта. Признаем конституцию Азербайджана. Его законы становятся нормальными. Граждане, законопослушные Азербайджаны, армяне меняют гражданство. И сейчас сразу улучшаются условия для жизни. Другие, кто не хочет, пишут, уезжаем по-добру, по-здорову. А если кто-то не согласится на эти варианты, применим железный кулак. Пишет, железный поджопник. А, это Мамедов, да. Два Мамедова. Тут Фариль Мамедов, тут Мамед Мамедов пишет. Вот, и самая последняя новость, до конца года дождя не будет. Ну, это все будет пипесто, да. Если дождя не будет, то все. Это будет трагедия. Ну, все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok